Всем привет! Сегодня 17 сентября, моему каналу исполняется 10 лет, по этому поводу решил снять что-то действительно грандиозное и сделал самую большую головоломку в мире. Сегодня будем делать довольно известную головоломку, которая называется кубики Сома. Вот она у меня в маленьком варианте, состоит она из 7 деталей различной формы, все детали состоят из кубиков, все детали состоят из 4 кубиков, только одна деталь состоит из 3 кубиков. Соответственно, нам необходимо сделать 27 кубиков, из которых мы потом будем делать более сложные фигуры. И сдача будет заключаться в том, чтобы собрать куб, большой куб, и собрать другие более интересные фигуры. Итак, для того, чтобы сделать самую большую головоломку в мире, нам необходимо вот эти 104 листа картона превратить в 27 кубов. У нас лист идет размером 120 сантиметров на 80, соответственно, мы будем делать кубы размером 80 сантиметров. Для этого нам необходимо отмерить 80 сантиметров. И теперь при помощи самой длинной в мире линейки мы будем сгибать этот лист. Первая заготовка готова, и на один куб нам понадобится 4 таких заготовки. Для того, чтобы ускорить процесс и удобнее было складывать картон, мы сняли дверь с петель, потому что ширина двери ровно 80 сантиметров. Станок работает следующим образом. Мы за специальный крючок поднимаем дверь, засовываем лист картона до упора. Теперь, придерживая ногой, опускаю дверь и изгибаю картон. У нас получается идеальный изгиб. Итак, нам сейчас необходимо склеить два листа картона. Кстати, мне помогает Алексей. Всем привет! С одной стороны мы уже проклеили, теперь делаем то же самое с другой стороны, для того, чтобы было надежней. У нас есть уже три стенки куба, теперь делаем точно такую же заготовку в форме буквы «П» и склеим их вместе. Итак, первый куб готов, он вроде бы даже более-менее надежный. Его можно за одну сторону поднять, и у нас ничего не разваливается. Нам осталось сделать еще 26 таких кубов. На первом мы потратили очень много времени, потому что мы разрабатывали технологии, как это делать. То есть, пока нашли дверь для того, чтобы она идеально подходила. Потом пришлось загнуть края, потом все это склеивать. Но сейчас, я думаю, процесс уже пойдет побыстрее. Ну вот, Леха, ты говорил, не знаешь, чем заняться в субботу. Я же все говорил, у меня есть отличный план. Когда ты звал меня на пиццу, я думал, будет пицца. Пицца будет после того, как мы все это сделаем. Приблизительно через 20 часов. Итак, мы уже сделали довольно большую часть работы. Мы уже согнули все листы картона. Также многие из этих листов мы уже склеили. Здесь получается 32 согнутых листа склеенных. Из которых мы потом будем делать коробки. То есть, здесь получается листов на 16 коробок. Так как дверь нам уже не нужна, можно ее убирать, ставить на место. Готово. Делаем инструменты из подозрочных средств. Итак, второй куб мы собрали. Потрасили на него 12 минут. На самом деле, мне кажется, неплохой результат. Потому что я боялся того, что 20 минут будем тратить на каждый куб. Итак, мы сделали уже 13 кубов. Это чуть меньше половины. Если бы мы сделали 14, было бы чуть больше половины. Но один куб уходит в среднем 12 минут. Какие-то мы делаем за 10 минут, какие-то за 15. Но в среднем 12 минут уходит. Сейчас головоломка выглядит уже довольно внушительно. То есть, мы можем брать эти кубы, переставлять их. Единственное, что они, конечно, между собой еще не связаны. Потом их еще будем склеивать между собой. Но тем не менее, кубы эти можно уже поднимать. Хоть это неудобно, но в принципе возможно. Теперь, когда у нас все кубы уже склеены, нам необходимо объединять их вместе для того, чтобы делать детали головоломки. У нас всего 7 деталей от головоломки кубики Сома. Вот так они выглядят. И, соответственно, нам необходимо либо по 4 куба соединять, либо вот одна деталь есть из 3 кубов. Давайте, наверное, начнем с той деталь, которая стоит из 3 кубов. Это будет проще. И потом те детали, которые уже сделали, будем закидывать вот сюда, наверное. Правда, не знаю, как потом будем доставать. Но разберемся. Склеивать будем теми частями, которые у нас не самые красивые. То есть там, где у нас есть какие-нибудь швы, они будут находиться внутри эти швы. Есть два варианта. Можно склеивать ПВА, то есть промазывать здесь клеем ПВА и потом обматывать скотчем. Мне кажется, это особо смысла не имеет, потому что у нас коробки довольно легкие. Они будут, мне кажется, держаться нормально. Ну что ж, первая деталь у нас сделана. Она, конечно, получилась с зазорами, но ничего страшного. Учитывая размеры этой детали, зазоры, в принципе, не играют никакой роли. Если ее поднять, она не будет разваливаться. Нет, она не разваливается. Круто! Мы сейчас будем в тетрис играть. Меня радует то, что мы очень мало времени на это тратим. По сравнению с тем, сколько времени на кубики тратили. Мы вот это сейчас склеили, намного быстрее, чем в один кубик собирали. В данной конструкции мы проклеили уже две стороны. Вот эту сторону мы проклеили. И здесь мы точно так же проклеили. У нас остались еще две стороны. У нас осталась вот эта сторона и вот эта. У меня была идея сейчас приподнять немножко этот куб, потому что он с той стороны уже приклеен, и промазать клеем ПВА. То есть промазать вот эту вот поверхность, грубо говоря, для того, чтобы все детали хорошо склеились. Но оно уже не поднимается. То есть я не могу вообще даже чуть-чуть приподнять для того, чтобы проклеить, потому что оно настолько намертво склеивается. Наверное, вот так вот проклеим скотчем, и этого будет достаточно. Все будет держаться. Итак, спустя огромное количество времени мы наконец-то завершили головоломку. Она получилась вот такой огромной. Посмотрите, вот я стою возле этой головоломки. Посмотрите, насколько она огромная. Здесь получается четыре этажа. А, кстати, одна фигура будет еще из пяти этажей. Также хочу сказать кое-что по поводу покраски этой головоломки. Дело в том, что мы сейчас никакие детали не красили, но в идеале их лучше было бы, конечно, покрасить. Потому что тогда у нас разные детали выделялись бы цветом, и это смотрелось бы намного лучше. И интереснее было бы собирать эту головоломку. Мы не покрасили по одной причине. Дело в том, что у нас на многих деталях, на всех деталях у нас очень много скотча. Я понимаю, что краска на скотч будет ложиться не так же, как на картон. Потому что картон впитывает краску, скотч не впитывает. Соответственно, скотч будет выделяться еще сильнее. Поэтому мы пока не красили, и, возможно, если у вас есть вариант того, как можно покрасить эту головоломку, пишите их в комментариях. Возможно, в одном из следующих роликов я покрашу. Для начала я хочу засечь время, сколько мне понадобится на то, чтобы собрать кубики Сома вот в таком маленьком варианте. Я собираю их довольно быстро, потому что я очень много роликов уже делал про эту головоломку. И давайте попробуем, будем стекать время. Старт. Время пошло. Так, я кубики Сома собирал в шочи много раз, поэтому, думаю, довольно быстро справлюсь. Или нет. Есть. На маленькую головоломку я потратил всего 19 секунд. Теперь посмотрим, сколько времени понадобится на то, чтобы собрать огромную головоломку. Итак, засекаем время. Сброс. Старт. Время пошло. Попробуем собрать. Так, сначала берем вот эту деталь. Теперь, теперь вот эта мне нужна. Так, эта, да, эта нужна. Есть. Так, теперь мне нужна вот эта деталь. Так, теперь мне нужна вот эта деталь. Так, теперь мне нужна вот эта деталь. Так, я неправильно поставил. Вот так надо. Так, сейчас будет очень неудобно класть деталь. Очень неудобно. Но я попробую. Так, как мне ее положить? Не так. Есть. И последняя деталь остается. Так, сейчас. Так, сейчас. Так, сейчас. так перевернулась есть время 2 минут 35 секунд я потратил 2 минут 35 секунд даже собрать по головоломку но само собой я знаю как она решать ну что я очень много раз решал теперь я хочу решить эту же головоломку но другое здание для нее здесь единственно что нужно немножко выровнять вот так что пробника было тем не менее я решил теперь давайте правом сделал другое здание сейчас покажу сначала на маленькой а потом большой для того чтобы собрать это из маленького кубиком просто переворачиваем куб вынимаю вот этот деталь ставим сверху нас получается такая красивая лесенка случае с большой головоломкой мы ее просто переработать не сможем то есть необходим будет заново все собирать и фактически задано решать головоломку то есть я сейчас не буду смотреть как это устроено буду решать на большой головоломки также хочу обратить внимание на то что нас здесь 5 кубиков высоту идет То есть головоломка будет нереально высокой. Для того, чтобы поставить последнюю деталь, мне, скорее всего, нужно будет использовать постамент, либо помощь. Сейчас посмотрим. Так же давайте засекать время и попробуем решить огромную головоломку. Итак, старт. Время пошло. Приступаем. Так, давайте его отодвинем сначала. Есть. Теперь ставим детали. То есть нам фактически надо верхние детали поставить вниз. Это точно. Из трех кубиков. Вот эту. Самую маленькую. Ее необходимо поставить как-то вот сюда. Так, как она касалась, получается? Она длинной стороной касалась вот этой детали. Хорошо. Вот так. Или вот так, наверное. Да, вот так. Сюда должно пойти либо это, либо вот это. По идее, сюда пойдет эта деталь. Так, как ее правильно повернуть, только нужно сообразить. Так, как нам ее нужно повернуть? Либо не эта пойдет, либо у нас пойдет вот эта деталь. Так, сейчас нужно представить голове, как это будет. Попробуем сначала вот эту деталь. А вот эту мы вообще правильно поставили? Ну, по идее, да. Вот здесь у нас получается место, сюда ставится деталь. Сейчас попробую сообразить, какой нам правильно поставить, чтобы лишний раз не засовывать. Вот это мы будем ставить, точно, все. Это ставим. Ой, смялась коробка. Или надо что-нибудь другое тогда. Вот так. Есть. И сюда остается последнюю деталь поставить, предпоследнюю, вот эту. Так, как мы ее должны поставить? Нужно сообразить. А, вот, все, вижу. Вижу вот так. И остается поставить последнюю деталь, для того, чтобы у нас получилась огромная лесенка. Так, я хочу повернуть, для того, чтобы она была направлена в ту камеру. Она немножко разъехалась, но хотя бы будет направлена в ту камеру. Есть. Сейчас промо поставить последнюю деталь. Для этого нам нужен явно постамент. Так, мне еще на него залезть надо с деталью. Как мне это сделать? Если я просто запрыгну, то у меня деталь, скорее всего, упадет из рук. Так, попробуем пока ее поставить на пол. И теперь ставим деталь. Есть. Посмотрите, насколько она огромная. Она просто нереально огромная. Давайте время остановим. Стоп. Потратил 4 минуты 2 секунды. Ну, посмотрите, что получилось здесь. Давайте с этой стороны посмотрим, где у нас получается огромная лесенка. Вот это головоломка. Это самая большая головоломка в мире. Посмотрите, насколько она огромная. К сожалению, по этой лестнике подняться нельзя. В следующий раз, возможно, когда-нибудь я сделаю такую головоломку из дерева. Это было бы нереально круто. Но тогда самостоятельно, наверное, таскать я деталь не смогу. Но здесь очень круто. Я так доволен результатом. Она настолько огромная. Давайте вот с этой стороны посмотрим. Вот, я стою возле головоломки. Она в два раза выше меня. Может, даже больше. Не, в два раза выше. То есть, вот, в середине этой коробки, скорее всего. Она больше, чем в два раза выше меня. Офигеть. Лёг, ты рукой достанешь до верха? Я думаю, ты достанешь. Понятно. Для данной головоломки существует еще огромное количество заданий. Я знаю, как минимум 60 заданий для этих кубиков. Но сегодня мы решать их уже не будем. Мы решили два типичных задания. Все остальные я уже не буду включать в этот ролик. Потому что я понимаю, что он и так уже нереально длинным получается. Поэтому предлагаю сделать следующим образом. Если вам будет интересно решение других заданий для этой головоломки, напишите об этом в комментариях. И тогда, наверное, на втором канале я уже выпущу ролик, где буду решать другие задания для самой большой в мире головоломки кубики Сомы. Так что пишите свои варианты, нужно это делать или нет. Также пишите в комментариях, как, возможно, стоит покрасить эти кубики. Возможно, обклеить, возможно, покрасить. Тоже пишите себе свои варианты. Я обязательно все это прочитаю. И надеюсь, вам понравился ролик на 10-летний юбилей канала. Я сделал то, чего не делал никто еще. Я сделал самую большую головоломку в мире. Мне кажется, у меня получилось удачно. Я очень доволен результатом. Просто посмотрите, насколько она огромная. Она просто нереально огромная. Вот я стою, а она еще не заканчивается нигде. Вон, она там только заканчивается. Головоломка действительно очень большая. Мне очень нравится результат. Надеюсь, вам тоже. Также напоминаю, что у меня есть второй канал, где, скорее всего, выйдет еще один ролик про эту головоломку. Также в описании ссылка на мой инстаграм, на мой тикток и на все остальные социальные сети. И на этом все. Спасибо за просмотр. Все пока. Пошел.